Илон Маск расскажет о будущем корабля Starship. Toyota научила автопилот дрифтовать. В Штатах разработают гибрид электрокоптера и реактивного самолета-амфибии. Энтузиаст из Китая собрал огромный пауэрбанк. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! В следующий четверг SpaceX проведет официальное мероприятие, на котором обещает рассказать, как продвигаются работы по строительству космического корабля нового поколения и что нового удалось сделать за два с лишним года. Именно на Starship NASA собирается вернуться на Луну в рамках пилотируемой миссии Артемида, ориентировочно в 2025 или 2026 году. Во время последней презентации в сентябре 2019 года Илон Маск стоял перед полноразмерным прототипом Starship. Тогда же он заявил, что надеется отправить корабль на орбиту в течение полугода. Как мы знаем, этого не произошло. Летные испытания были приостановлены в середине прошлого года. И регулятор пока не выдавал нового заключения о безопасности дальнейшего запуска ракет с площадки в Бока-Чика. Добро должны дать в конце февраля, так что раньше марта Starship на орбиту не полетит. Осенью 2021 года команда SpaceX успешно провела пробную стыковку корабля Starship к ракете-носителю Super Heavy на пусковом столе. Подъем занял полдня. Высота общей конструкции составила более 120 метров, а вместе с пусковым устройством почти 145 метров. За несколько месяцев до этого прототип Starship совершил полет на 10 километров и выполнил первую успешную посадку, не взорвавшись ни в процессе, ни после полета, в отличие от четырех предыдущих прототипов. Компания Volkary Systems Aerospace получила грант американских ВВС на исследование и разработку Hoverjet Cardian, уникальной концепции, позволяющей комбинировать электрический коптер с вертикальным взлетом и посадкой и высокоскоростной самолет-амфибию, способный заодно выполнять функции судна на воздушной подушке. В рамках программы ВВС частным компаниям предлагается искать идеи, благодаря которым будет создано летательное средство с вертикальным взлетом и посадкой следующего поколения, которое способно передвигаться в воздухе быстрее, чем существующие аналоги. Предполагается, что концепт Hoverjet Cardian будет отвечать этим условиям. По задумке это будет мощное, при необходимости, пилотируемое летательное средство, использующее четыре винта для перемещения по вертикали, спрятанных в крыльях. После неспешного взлета предусмотрено переключение на пару турбовинтовых двигателей. Ожидается, что модель будет способна развивать крейсерскую скорость порядка 547 км в час, с максимальной скоростью до 1127 км в час. Ресурс полета составит 12 часов на высоте до 12192 метров. Cardian и его младший брат, беспилотник Eagle, способны совершать в штатном режиме посадки на воду и взлет с ее поверхности, и могут функционировать в качестве летательного средства, амфибии и судна на воздушной подушке. По словам разработчиков, уникальным его делает патентованная система управления вектором тяги, что позволяет эффективно функционировать над самым сложным рельефом в самых разных условиях. Теперь перейдем к менее габаритным летательным аппаратам. Группа британских ученых создала эффективную систему махов крыльями для миниатюрных дронов, которая по своей эффективности превзошла работу крыльями живых насекомых. Такие дроны могут использоваться для инспекции объектов инфраструктуры в обычных условиях и в случае бедствий. И рано или поздно такие дроны появятся не исключительно, что на основе предложенной разработки. Крыло-электрод расположено между двумя управляющими электродами. Электростатический заряд периодически создается то на верхнем, то на нижнем электроде, что заставляет заряженное с противоположным знаком крыло поочередно передвигаться то к одному, то к другому электроду. Но главное не в этом, а в том, что передаваемые на крылья усилия возрастают благодаря помещению между крыльями и электродами диэлектрической жидкости, не имеющей своего заряда. Ученые называли свою систему лейза. Дрон с крыльями лейза перемещается в воздухе со скоростью 2,5 км в час, или на 18 длин своего корпуса в секунду, что очень и очень быстро. Надежность системы также оказалась высочайшей. Крылья совершали до миллиона махов без каких-либо изменений механических свойств материала или в эффективности. Как всегда подводят элементы питания. Дрон летал на привязи. Маленькие и эффективные батарейки – вот сегодня главный барьер на пути подобных разработок в жизнь. С активным развитием технологии автопилота, современные машины обучаются все большему числу приемов вождения. Пожалуй, наименее ожидаемым среди них был дрифт. Инженеры Toyota решили, что данный навык может оказаться полезным в экстремальных условиях. Проект Toyota в калифорнийском Лос-Альтосе был разработан совместно с инженерами лаборатории динамического дизайна при Стэнфордском университете. Основной идеей проекта является, конечно, не зрелищные заносы, а развитие систем активной безопасности и использование навыков профессионального вождения для недопущения аварий и предотвращения летальных исходов. Для испытаний использовалась модифицированная версия Toyota Supra. Компьютерные алгоритмы демонстрировали навыки экстремального вождения, контролируя рулевое управление, дроссельную заслонку, сцепление, трансмиссию и тормозную систему. Испытания проводились на трехкилометровом участке закрытой трассы. При этом вседорожные препятствия располагались на строго фиксированных местах. Иными словами, машина не импровизировала, и в ближайшее время подобные навыки точно не появятся на серийных моделях. В скором времени в помощь пограничным силам США могут быть направлены роботы-собаки. Министерство внутренней безопасности поделилось подробностями испытаний четвероногих роботов на южной границе. Машины проходят испытания в различных целях, ориентированных на наблюдение. Как заявляет программный менеджер отдела исследований и разработок, южная граница США может быть негостеприимным местом для человека и животного. Потому в этих условиях могут преуспеть автоматизированные машины наземного наблюдения. Используемые четвероногие роботы созданы компанией Ghost Robotics. Наиболее популярная модель Ghost Robotics – Ghost Vision 60. Имеет высоту 76 см, вес 32 кг и может пройти более 12 км за 3 часа на одном заряде батареи. Машина может перемещаться автономно или управляться вручную. При необходимости она может нести полезные нагрузки различных типов, включая тепловизионные камеры и камеры ночного видения. В прошлом Ghost Robotics даже демонстрировала прототипы, оснащенные оружием. Во время тестирования возможности использования роботов-собак на границе машины были опробованы для наружной сторожевой службы. Они автономно патрулировали предварительно установленные путевые точки с камерами и датчиками. Также они использовались для осмотра вагонов-поездов на сортировочных станциях, в том числе под вагонами. Дополнительно они применялись для проверки жилых зданий, в том числе в сценарии, имитирующем встречу с потенциально враждебными людьми. Основная привлекательность этих четвероногих роботов заключается в том, что в отличие от гусеничных или колесных машин, они могут перемещаться в любой среде, доступной человеку, включая ступеньки, лестницы, крутые холмы и каменистую местность. Китайский изобретатель и звезда YouTube HandyGan устал от того, что штатные пауэрбанки недостаточно емкие и разряжаются слишком быстро. И собрал свой вариант – монстроидальное устройство на 27 миллионов миллиампер на час. В задний карман такой не положишь, зато от него можно подзарядить разом 5000 телефонов. Емкость этого чудовищного устройства настолько велика, что HandyGan без проблем подключил к нему в чистом поле телевизор, а потом и стиральную машинку. Энергии достаточно и для прожорливой электрической печи, а вершина возможностей – подзарядка электроскутера, чтобы увезти гигантский пауэрбанк на прицепе еще дальше, туда, где он понадобится. На этом у меня все, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк, подпишитесь на этот канал и ударьте в колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Обязательно пишите свое мнение в комментариях и делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте подписываться на все наши полезные ресурсы, ссылки на которые вы найдете внизу под видео. Ну а на этом я буду с вами прощаться, меня зовут Андрей, канал Инстардинг Новости. Я желаю вам отличного настроения, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok